Всех приветствую, дорогие друзья! И это моё видео, которое будет уходить по средам. И как ни странно, это проект Amazing Roleplay в сфере КРМП. Это отдельный лаунчер, это отдельная карта, это отдельный модпак, это симулятор криминальной России. Сегодня мы там поиграем, посмотрим чё да как, и не забывайте вводить мой промокод LEVONTI, который вам даст абсолютно всё, что вы захотите. Деньги, тёлки, тачки, админки и так далее. В общем, дорогие друзья, мы начинаем. Я уже записывал как-то раньше видеоролик, как начать игру на Amazing Roleplay, который набрал 70 тысяч просмотров. Это феноменальные цифры для КРМП-проектов, и конечно же я повторюсь. Повторюсь на своём основном канале, чтобы вы поняли, как правильно начать игру вместе со мной на проекте Amazing Roleplay. Играю я на сервере Azure, и для того, чтобы начать игру вместе со мной, вы должны перейти по ссылке в описании, скачать лаунчер и соблюсти все требования, которые необходимы от вас, и которые требует проект. И уже после этого выбираете сервер, нажимаете начать игру, просто создаёте свой аккаунт и вводите промокод. Больше вам делать ничего не нужно. Просто расслабляйтесь, кайфуйте и получайте наслаждение от игры. Раз, два, три. По ссылке в описании перейти. Итак, мы уже зашли, мы находимся на Amazing Roleplay сервер Azure в моём доме, в моём особняке с гардеробом. В гардеробе у нас имеется большое количество одежд, некоторые вещи куплены, были прямиком из ЦУМа, как вы видите, у меня есть куртка, это Витмо, Калаб Луи Витон, кроссовки, ну это Адидас, Азвиги, Азвиги, ребят. Но я привык носить, конечно, вот этот скин. Это костюм Прада, чёрный, как вот эта вот футболка от Black Star. Вот это вот футболочка, ребят. Распродажа, 500 рублей, худи, шарикоподшипниковые, 13, корпус 1. Итак, у нас здесь имеется семья, но семья не моя, и я не создавал семью на Амазинге. Она у меня раньше была, но в связи с тем, что я некоторое время не онлайнил, не заходил, просто семья взяла и слетела. Был так же дом, дом так же слетел. Поэтому я решил не обуславливаться какими-то такими тонкими деталями и приглашать всех постоянно играть вместе со мной, потому что у меня и так достаточно людей по промоку. Здесь у меня тысяча с лишним человек. Тысяча двадцать пять человек по промокоду Левонтий. Стань тысяча двадцать шестым. Говорю всем спасибо большое моим подписчикам, моей аудитории, моим зрителям, моим комрадам, моим подписчикам, случайным зрителям. Спасибо большое, что регистрируетесь по моему промокоду, и тем самым даете мне возможность получать какие-либо средства на проекте Амазинг РП и проплачивать хотя бы дом. Давайте я вам покажу свой автопарк, потому что с промокодов я накопил большое количество денег и смог себе позволить в лучшие времена, в лучшие времена, когда экономика еще была не так жестко забита, приобрести себе четыре автомобиля. Один из них, который я сегодня в этом видеоролике разыграю среди вас. Это будет ВАЗ-2105, настоящий дрифт-корч, на котором мы сейчас поедем, заправим его и выполним хотя бы одно ежедневное задание. Ну или же покажу вам вообще в принципе, что и как здесь выглядит. Значит, Гелик 63-й 4х4. Что он из себя представляет? Номера здесь, конечно, ужасные. Номера ужасные, никто не спорит. И ставить их было опрометчивым решением, но я решил поставить, потому что меня гаишники все время стопили. Я решил как-то, ну знаете, разнообразить свою игру и не сидеть все время в полицейских участках в ожидании того, когда мне выдадут то или иное водительское удостоверение. Поэтому, значит, я покрасил его в красный цвет, как-никак зима, идет снежок, ENB-шник у нас стоит. Вот. И раз у нас зима, раз у нас снежок, то и зимний мудпак выкатили на проекте Amazing Roleplay. И вместо обычных колес сделали мне вот такие снегоходные рейки, снегоходные лыжи. И я тем самым вот катаюсь по полям на вот этом вот джипике. Но сегодня я его брать не буду. Я его возьму в следующем ролике, который будет у нас в пятницу. И покажу вам заодно свой дефолтный Гелендваген. Дефолтный Гелендваген это новый Гелендваген. Есть еще версия старого, который стоит намного меньше, чем эта версия. Эта версия стоит от 10 миллионов, но учитывая то, что у меня там стоит аудиосистема, аудиосистема у меня стоит везде, кроме ВАЗа 2105, то эта машина стоит до 60 миллионов стабильно. И едет она 246 километров в час, поэтому мне этот автомобиль более-менее чем нравится. Тесла Model S. Как человек, который имеет фамилию Тесла на том или ином проекте, в самп-индустрии, в КРМП, может не иметь автомобиль Теслу? Лемонте Тесла. В гараже должна стоять белая Тесла. По-моему, все логично. Цепочки сходятся. Вот она, белая Тесла с номерами донатера. Урвал я ее вообще дешево. Очень дешево. Вы бы только вдумались. Представляете, какая цена была на этот автомобиль всего лишь каких-то полгода назад. 20 миллионов. Сейчас она стоит 70. Я думаю, тебе все сказано. Станкс. Итак, мы достаем ВАЗ 2105 из широких штатин. Открываем ее. Откупаем кубышку, как говорится. Садимся. Включаем первую. Фары. Фары на букву L. Левый поворотник. И начинаем движение от нашего дома. Кстати, я бы проплатил дом, но я недавно заходил и плотненько играл, поэтому оплачивать я его сегодня не буду. И заодно вам покажу немножечко, как тут выполнять ежедневные задания. Ежедневные задания можно выполнять абсолютно каждый, нажав на кнопку И на клавиатуре. Нажимая на кнопку И, у вас высвечиваются ваши три ежедневные задания. Здесь у вас, конечно, задания бывают каверзные, но, а кто вам сказал, что задания бывают легкие? Мне нужно отработать на шахте, отвезти там 120 килограммов туда-сюда, поработать разводчиком продуктов, но, думаю, что самое легкое это купить канистру на АЗС, потому что мы сейчас как раз доедем до Юшки, возьмем там канистру, заправим один разок нашу, значит, дрифт корч, а вторую канистру возьмем и тоже заправим наш дрифт корч. Я еще пропишу команду I hate audio system because я не хочу, чтобы у меня немножечко лагала игра, я не хочу, чтобы мое видео заблокировали из-за того, что там будут различные песни. Тут есть аудиосистемы, вы ее можете поставить на ваш автомобиль за определенную сумму денег, поэтому, ставя аудиосистему, вы становитесь 100% владельцем различных мнений, мнений и различных настроений, потому что вас могут за эту аудиосистему так раз расцеловать, что вы даже на сервер не захотите зайти, поэтому ставьте нормальные песни и включайте музыку тогда, когда она действительно нужна, а не тогда, когда вам, типа, захочется по средней по ситуации вырубили там вот этот вот ковритый петь, ковритый петь и так далее, поэтому думайте, думайте. Вот, мы сейчас доезжаем до города Южного, конечно, тут, я вам скажу, стоит очень много радаров, и бывает то, что меня просто банит этот радар, то есть выскакивает целая у меня, значит, триада штрафов, но я решил сегодня проехаться спокойно, хоть и семерка наваливает, поэтому, значит, стоим, не заезжаем на саму бензоколонку, сейчас купим одну канистру, за одной канистрой пойдет следующее, подходим к транспорту, нажимаю кнопку H и заправляем ее, баг здесь вместимость, я не знаю сколько, можно посмотреть, в принципе, в кар, но я думаю, что это преимущественно неинтересно, потому что интересно посмотреть все-таки на ПТС-ку этого авто, так как я его разыграю в этом видео, поэтому, если вы хотите получить этот дрифт корч, а я считаю, получить этот дрифт корч с самого начала игры, это будет очень круто, поэтому регайтесь по моему промокоду, и уже в следующем видеоролике среди человека, среди тех людей, которые напишут мне в комментариях какой-нибудь интересный случай в своей жизни, на самом деле, хватит ника будет, просто напишите свой ник на сервере Азур, я просто разыграю этот автомобиль и отдам его вам, ну и как вы видите, пока я разговаривал с вами, я уже выполнил первое задание, мне дали за него 19 тысяч, считайте, я полностью окупился, да, здесь задания окупаются, это вам не какая-то такая тема, что вы будете из этих заданий уходить в жесткий минус, тут любое задание может примерно окупиться, но не любое, на самом деле, я лукавлю, поэтому, вот это 8 бит, стандартный такой рынок, где находится большое количество интересных вещей, а именно машины, тачки, значит, мотоциклы и так далее, здесь я все время стою, поэтому, когда не снимаю видеоролик, поэтому вы можете подходить, значит, кайфовать с людьми у костра, пока его еще не убрали, и смотреть вообще, какие тут тачки есть, вон Широн есть, вон Рейндж Ровер, вон Майпехи, но, знаете, это у меня все было помаленьку, когда я записывал еще видео на Лемонте, поэтому я уже такой человек, состоявшись на этом проекте, и мне не хочется брать что-то такое первостепенно интересное, мне уже хочется что-то взять такое для души, для комфорта, покататься, а не брать вот эти вот Ширончики там, и какие-нибудь другие автомобили, которые бы выжимали там 300 км в час и так далее, вот люди, как видите, разворачиваются по встречке, поэтому им это не важно, я думаю, штрафик они оплатят потом, я же все зафиксировал, как-никак, видеорегистрация, но вообще семерка, я ее взял для чего? Семерку я взял для того, чтобы дрифтить, дрифт я вообще делаю всегда, когда разгонюсь до максимальной скорости, я думаю, что ради видоса стоит и пожертвовать, например, некоторыми секундными времени, проехать на красный свет, и все-таки уже понавалю, кстати, штрафов дофига, сейчас мы их оплотим, вот, как видите, просто ее даже в занос не нужно заносить, как ни странно, занос заносить, она сама заносится в занос, гениально, да, ребят, то есть просто едете, нажимаете на пробельчик, так спамите, и спокойненько хасанете на своей семерке, поэтому, я даже номера на нее не ставил, потому что чувствовал, что разыграю ее, и как раз сейчас удачный случай, начало игры на проекте, начало съемок на основном канале, поэтому почему бы и нет, условия я вам уже сказал, ну еще одно условие, конечно, не разложитесь, не разложитесь на этой семерке, машина интересная, автопром интересный, проезжаем на красный свет, заправимся сейчас, в смысле заправимся, если я пошел штрафы оплачивать, ладно, штрафы оплатим сейчас, и все будет отлично, в принципе, дрифт на семерке показывать, я думаю, вам не стоит, думаю, вам не стоит, думаю, вам все так понятно, ой, мужики, извините, пожалуйста, извините, мужики, извините, пожалуйста, я не хотел так, так опрометчиво просто врезаться у вас, итак, подходим к банкомату, и у меня блоквип есть, поэтому я могу оплачивать их со скидкой 20%, поэтому я оплачу всего 100 тысяч, ну что это 100 тысяч, копейки, да, оплатить штрафы, самое то, все верно, ну вот такая вот семерочка, в принципе, тут у нас еще, на проекте реализована система исправления нужды, вам обязательно нужно кушать, исправлять нужду, как ни странно, мыться, вот, ну и скорее всего я буду вступать в какую-нибудь фракцию организации, поэтому если вам интересно, как я буду вообще работать в ПД, там, в МЧС, или в какой-нибудь еще фракции, например, в АП, пишите в комментариях, вот, а я на этом ролике, на этой, так сказать, минуте, на этой утонченности, прощаюсь с вами, но перед этим хочу зайти на рынок, показать вам вообще систему, как реализован здесь рынок, здесь рынок реализован таким образом, он находится, один в юшке, другой, получается, у Батырева, и здесь вы можете купить, продать одежду свою, то есть вот одна одежда продается, это, такой гровец, но тут, к сожалению, фракции игров нет, потому что это криминальная Россия, как никак, здесь вы можете продавать рыбу, и рыбачить, соответственно, но не здесь, и на перроне, вот, и тут есть всякие аксессуары, у меня, кстати, есть аксессуары, мы сейчас посмотрим это в инвентаре, я вам покажу немножечко, что у меня за акс есть, голова курица, есть маска Тревора, гитара Джексон, ТНФ и Суприм, Гуччи, и фиолетовые очки, давайте я покажу, как выглядит сумка Луи Виттон, выглядит она так, то есть вы можете настраивать, абсолютно так, как вам хочется, то есть чтобы эта сумка сидела, вот так хотите сделать, и хотите ее на пояс, хотите ее вообще прокинуть через голову, поэтому, вот так поставили, и просто бегайте, показывайте свой статус, что вы человек, такой не из бедных, вот, ну а я с вами на этом, замечательном моментике прощаюсь, желаю вам счастья, здоровья и любви, реагируйте по промокоду Левонтий, вот, и всем пока-пока.